здравствуйте дорогие друзья гости моего канала сегодня будем солить горбушу горбушу будем солить так сказать и порота и без щекешок без жабер целиком я хотел для сравнения вот у меня 2 7 и вот они это сема я бы показал как всему солить половинками про весной посадок горбуша она горбуша я показываю хвосты буду горбуши видите хвост в пятнышку весь и такой ласточкой ласточка хвост усимы это самец видите хвост пятнышек нету это самый простой способ проверить и хвост у него видите такой прямой вот серебрянка хвост прямой пятнышек нету но это самый простой способ различить сему от горбуши кешуя у горбуши ведь она уже почти слезла она такая меленькая мелкая у семы она крупная покрупнее будет вот он тоже сема но еще не отличий способ у горбуши вот горбушка ведь ее губа такая более прямая вот это вот губа вот это вот это такая более прямая такая а у семы она как в форме клюшки с волнами я такая чик чик волна форма клюшки у нее вот самочка семы и где такая клюшка ну все определили 10 маги горбуши сейчас будем приступать к разделке горбуши горбуши свежая но как вот недавно ее поймали она уже меня выморозилась голову я буду без головы делать кто хоть может делать головой кому нравится с головой голову я удаляю распарывать буду по брюшку с икоркой самочка крупненькая такая самочка икру конечно забираем ну и внутренности все убираем брюшка натяжу я тоже убираю вместе с плавничками вот так вот тишу можно на уху использовать ну или отдельно посолить как такая закуска к пиву ну кровинку убираем позвоночную вот так вот она и будет у нас засаливаться вот так вот разделаем всю остальную рыбку так где-то в горбушки 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 сначала у меня горбушки дело идут еще вот видите одна самочка вот тишу убираем где ребра у нее заканчиваются или начинаются вот прям по ребра убираем тишу вот я имею ввиду вот они ребра и прям по ребра обрезаем ребра вот они торчат и еще одна горбушка вот ее сразу видно что это горбушка как я сказал горбушка самочка с трех самочек получилось с пол литра икры тоже будем солить сейчас разделать всему на половинке мне надо их на половинке сделать когда ждал сравнить мясо тоже видите самочка сема плюс еще маленькой икры красный разница сейчас покажу у мясе семы и горбуши красота сема такая так сказать более яркого цвета у нее это горбуша более бледненькая цвет у нее именно мясо а это самый натуральный самец это конечно все промоется буду солить рассоле она все в рассоле вымоется пресную воду для засолки красной рыбы я не использую или чуть-чуть подсоленную воду именно для промывки или в рассоле прям промывается сейчас уберусь и продолжим берем посолочную тару и укладываю рыбку для засолки горбушку горбы так сказать семы самец это мы тоже сюда положим пускай солится потом вымочим и саму половинку половинки так сказать семы и теперь все вот это заливаем рассол конечно вот эти половинки семы я уже буквально через три часа их достану через три часа достану и буду же верить а сама вот идет тушки так сказать рыбки эти тушки все целые горбуши вот это самец семы он более плотный горбуша более нежная будут солиться не меньше трех суток трое суток холодильнике при температуре 5 ну максимум 8 градусов рассол делается на литр воды 250 грамм соли рассол крепкий и где-то около пяти грамм сахара 35 грамм сахара заливаем рассолом то прям полностью его покрыта вот видите а потом рассолом это все кровинку просто смываю и все когда она просолится видим как доставать сейчас положим так тарелочку маленько придаем все это закроем крышкой ну кого крышка у кого просто может пищевой пленок и затянуть и отправляем как я уже сказал на трое суток вот эти половинки а буквально через три часа с холодильника достану они уже будут просолены нам главное чтоб у горбуши просолилась вокруг хребта все просолилась что плава по просоленная кладем три кота так вот все и вот так она будет холодильнике просаливаться ну а через трое суток уже продолжим дальше готовить ну вот прошло трое суток мы засолили горбушку и там семьюшка одна вот она рыбка она стала прям плотная что мы сейчас сделаем сейчас мы достаем с рассола промываем холодной водой ли прям ледяной водой промываем ее всю вот смотрите она прям написала с солью промываем ее холодной водой ледяной и заливаем опять же ледяной водой так как у действует брюшки брюшки она пересолена вот здесь вот пересолена вот здесь вот спинки она уже как бы нормально просолена как средний стол но нам надо сделать такая малосольная чтобы было вкусно заливаем ледяной водой на три часа трое суток мы солили 3 часа будем вымачивать соль завитовой вымочится перераспределиться каждый час я буду менять воду три часа так три раза поменяю воду вот и все так как то так потом ее доставил достаем с этого как после вымочили протираем ее от влаги хорошенько вытираем и кладем холодильник на пересопределение соли так как вот здесь будет уже слишком мало сол а спинки будет как бы средний сок и это вся соль будут перераспределиться который там есть холодильник убираем часа на три просто в лежачем положении ну а потом завялим вот так горбушка у меня будет вымачиваться где-то у кого нет возможности прям чтобы была вода ледяная можно в морозилке на морозы льда у меня то есть возможность в холодильник просто показываю как вы это можете сделать на морозе льда вода если у кого нет у ледяной ее так просто льда кинуть и вода будет ледяная на будет вымачиваться так же у кого есть не знаю там холодец на его вода ледяная вот так же ну или вымачивать прям холодильники чтобы она стояла тут так тара по солнечное стояла в холодильнике и вымачивать напоминаю каждый час я буду менять воду вот прошли 3 часа как холодильник от лежалась рыбка Смотрите, какая она плотненькая Вот она, горбушка Все, теперь сейчас отправляем его в вялиться В ШВС Плотная, обалденная рыбка Ну все, вешаем вялиться в горбушку Вялиться она будет Не менее 15 часов Ну как, 15 часов именно обдува 3 часа обдув, час отдых И вот так она будет вялиться Температура вялки 20-25 градусов Ну и там другая у меня рыбка еще Сишки Все, 15 часов вялим Именно обдува 15 часов Также вялка может увеличиться Если у кого-то большая влажность В помещении То может и вялиться будет и сутки И даже и двое Но главное не привозить температуру 28 градусов Для вялки именно красная рыба Ну вот прошли сутки Как мы повесили вялиться Все, она провяленая Плотненькая Ну и сейчас все это Покоптим Ну вот так рыбка будет Располагаться в коптильне Политра статической Коптить будем на лихе Температура копчения 20-25 градусов Максимум 28 Именно для этой рыбки Для горбуши, сега Коптить будем на лихе Коптить буду в течении Час-десять где-то Около этого времени Час-десять Час-час-десять Ну все, закрываем Закладываем дровишки Дым обильно пошел Хорошо Разжигаем Включаем холодное копчение И коптил Ну и соответственно Застекаем время Ну все, рыбка закоптилась Горбушка Там свечки тоже Коптил я час-двадцать Час-двадцать коптил Именно коптил Без всякого розжига Без ничего Чисто копчение Сейчас на два часа Перевешу Обдую В ШВС И уберу в холодильник На десять часов На созревание Друзья, рыба-горбуша Холодное копчение Сима вот одна И там свечки Холодного копчения Малосольное Очень вкусное Сейчас созреет Обдуется два часа Где-то еще проветрится И в холодильник Часов на десять Созревание Ну а дальше Будем все это кушать С пивком Ну вот мы закончили Весь процесс Так сказать Готовки, засолки Вялки, копчение Горбуши И вот семы Вот смотрите Разница Мясо семы Мясо горбуши Оно такое желтенькое Сейчас мы конечно Все это разрежем Ну давайте вот эту Просто прям по центру ее Горбуша Видите Вся просоленная Ни кровинки Ничего нету Видно что просоленная Так же и сему Сейчас отрежу Вот она сема То же самое И по вкусу Я вам скажу Вернее по соли Все будет идеально Режется видите Не ломается Ничего Горбуша просоленная Вот у нее мясо Видно что оно Так сейчас Фокусируется Видно что мясо Созревшее Очень вкусное Малосольная рыбка Пользуйтесь Рецептом Все просто Но требует Внимание Выдержка Температур Время Вялки Время копчения И так далее Этим же Способом Можно Солить и коптить В любой Другой коптильни Традиционно Ну только что Температура Не превысит 28 градусов Температуру Копчения Всем приятного аппетита И до скорых встреч